Привет, меня зовут Лера и сегодня мы посмотрим на краски Angela с присадкой soft и без присадки тоже. Посмотрим как эти краски ложатся на ткань. Это одна из самых часто запрашиваемых тем, поэтому я жду ваш лайк и благодарю вас за поддержку. Мы посмотрим базовые цвета и заодно посмотрим на керамические палитры от likepallitra.ru. Думаю, тоже будет очень интересно. Палитры достаточно дорогие, то есть они все стоят в районе 1000 рублей, да, и больше. И очень интересно посмотреть как на них работается красками для ткани, но в моем случае красками для кожи. Здесь у меня будут выкраски без присадки и с присадкой. Думаю, будет интересно сравнить их именно так. А я пока напомню, что это краски для кожи, американские. У меня есть обзор на них и ссылка на обзор будет в описании этого видео. Краски жидкие и вы можете увидеть как они легко ложатся на ткань и практически моментально впитываются. Аналогов у них практически нет, то есть я бы может быть сравнила краски LuxArt с красками Angelus и то это будет очень похоже, но не то же самое. Но в принципе они тоже такие же жидкие и похожи ложатся на ткань. Посмотрим, как они высохнут, да, как они будут наноситься, во сколько слоев, как лягут, как плотно высохнут они на ткани, будут ли полосить и все такое. И также посмотрим с присадкой TuSoft. Это тот же самый Medium разбавитель, больше похоже на GAK 900. То есть GAK 900 тоже создан для того, чтобы делать краску подходящей для росписи ткани. Здесь у нас Medium значит TuSoft. Его нужно добавлять 50 на 50 с краской и, как мы можем заметить, у нас падает покрывная способность. То есть это видно прямо вот с первого слоя. Ровно насколько мы добавили этого разбавителя, ровно настолько у нас упала покрывная способность. Если сказать грубо, то у нас просто... Ну вот представьте, что вы добавили воды, да, и у вас просто она перестала быть сильно насыщенной, как было до этого. И вот именно это и произошло. Вы можете сравнить подложку, да, для Mini Mouse, насколько она провалилась в ткань с первого слоя в сравнении с чистой краской на ткани. Здесь у меня тонкая футболка. Думаю, это будет особенно интересно посмотреть, как она будет лежать, краска на такой ткани. То есть ясное дело, что на какой-нибудь джинсе получится плотно, да, на толстовке может получиться терпимо, а на футболке всегда это самый показательный такой вариант, когда видно, насколько она провалится в ткань, насколько она будет жесткой на ткани. Я беру желтый цвет, зеленый цвет. Посмотрите, как без всяких добавок проваливается в ткань, да, и с присадкой он еще больше проваливается в ткань. Я даже не знаю, сколько слоев понадобится, чтобы все это дело здесь сделать ярким. Также красный цвет. Красный цвет уже ложится получше, чем предыдущие цвета. Посмотрим, конечно, как оно будет. Эксперимент безумно интересный и очень хочется уже скорее дождаться итогов и посмотреть, как оно будет. Я наношу второй слой. Слои у меня просушены полностью, то есть я их сушила на воздухе. Можно просушить феном, старайтесь не перегревать. Здесь правила абсолютно те же, что и в порядке росписи одежды любыми другими красками. Ссылка на это видео тоже будет в описании этого видео. Белый цвет со второго слоя ложится гораздо ярче. Я смешиваю с присадкой и посмотрите, что происходит. Кажется, какой-то участок у меня не до конца досох и получилось, видите, темное пятнышко. Здесь очень важно досушить до конца. Всегда важно досушить роспись до конца, чтобы не было как раз-таки темных пятен, как вот, например, на нижней вот полоске, которая с присадкой вместе. То есть это критично. Кстати, краска сохнет очень быстро, гораздо быстрее, чем другие краски она сохнет на ткани. Третий слой я сушила феном, рукой потрогала, как оно высохло, насколько хорошо. И посмотрите, третий слой. И здесь с присадкой Тусофт придется делать на один слой больше точно. В принципе, желтый ложится как декола. Его совершенно не видно без посторонней помощи, без белой подложки. Красный цвет и зеленый ложатся вполне себе хорошо и с присадкой, и без присадки. Так что очень интересно за этим понаблюдать. Итак, я делаю уже последний слой. Также делаю выкраску на белую основу, чтобы посмотреть, как лежит на белой основе. В принципе, цвет ложится однородно. Конечно же, без присадки он ложится гораздо лучше, чем с присадкой. Но посмотрим, как это будет по мягкости и как это переживет стирку. Тоже будет очень и очень интересно. Синий цвет я не стала выкрашивать, потому что подумала, что он может просто потеряться на темно-синей футболке. Да и в целом по вот этим цветам будет тоже вполне все понятно. Красный цвет абсолютно не полосит даже с присадкой, и это не может не радовать. Смотрится шикарно, очень ярко и красиво. Теперь черный цвет. Черный цвет ложится роскошно. Линии получаются идеальные, обалденные. Я обожаю черный цвет Энджелос. И буду делать контуры здесь просто чистой краской. Для того, чтобы посмотреть, как у нас будут держаться контуры, никогда не угадаешь, какой цвет может тебя подвести, судя по опыту пользования другими красками. И если вы смотрели все видео из плейлиста обзор на коленке, то вы понимаете, в какую сторону полетел камушек. А внизу, на нижней выкраске, я также смешаю с добавкой TUSOFT 50 на 50. И нарисую тоже такие же контуры. Ложится хорошо. Немножечко подпроваливается. То есть на стыках получается более прозрачно. И у меня складывается такое ощущение, что я просто сделала из черной краски черную краску для светлых тканей. Знаете, из опака сделала для светлых тканей. И она уже не такая покрывная стала. Вот что у нас получилось. И как раз на самый последний мини-маус, да, на четвертый, видно, что я имела в виду, что краска стала как будто бы для светлых тканей. Теперь нужно ей полностью высохнуть. Я ее закреплю и посмотрим поближе. А вот так выглядит палитра после того, как я ее просто помыла водой, хотя краски на ней уже засохли. И не осталось ни единого следа. Ни с одной из сторон. Вообще, со временем, да, она на обратной стороне краска может оставаться, но на керамической вот этой вот эмалированной поверхности ничего не остается. Обалдеть! Это роскошная палитра. У нее есть даже место для кисточки, куда ее можно опереть, да. Это шикарно. И вот моя роспись. После того, как она уже высохла, и я закрепила ее утюгом в течение пяти минут в режиме хлопок. Конечно, на всех сайтах советуют эту роспись прогревать строительным феном на 350 градусах, но я думаю, что привычное наше закрепление не будет слишком плохо сказываться на стойкости такой росписи. Краска без отдельных, да, без всяких заморочек, без медиума, получилась плотной, жестковатой, очень похожа на деколу. То есть это вот обычная декола. Здесь краска, значит, у нас с разбавителем. Она получилась мягче, но я не могу сказать, что это так же мягко, как краски Акриликс, Мариес, Ивана. То есть здесь чуть-чуть плотнее получилась роспись. И я не могу сказать, что это огромная радикальная разница, если честно. Я не могу сказать, что она в половину стала мягче. Может быть, процентов на 25. Вот. Но в целом оба варианта меня устраивают. Если говорить, да, вот так вот, для чего бы я посоветовала, то я бы посоветовала использовать присадку для тканей. Возможно, для светлых тканей точно, да. А для темных тканей уже смотрите сами. Я бы, возможно, использовала для любых работ. Но не знаю, вообще я использовала бы краски для тканей, потому что у нас эти краски стоят достаточно дорого. И поэтому менять, допустим, краски для ткани на Энджелос, чтобы расписывать гигантские джинсовки, ну даже не знаю. Смотрите на эластичность краски. Обалдеть, да? Держится все отлично. Проходит такое адское испытание. На самом деле это жесткое, да, испытание. Такое растяжение. Ясное дело, что роспись может треснуть. Из-за того, что так, конечно, делать не надо, да. Я тут прям фанатично это все растягиваю. И где-то виднеются белые полосочки от подложки. Но это краш-тест. Нужно понять, как краски будут вести себя в дальнейшем. А это изнаночная сторона. Посмотрите, насколько пропиталась краска насквозь. Та часть, которая была с добавкой Тусофт, пропиталась полностью насквозь. Это хороший знак, что роспись, значит, останется там как минимум навсегда. И я уже не смогу ее выстирать, как бы я этого не хотела. Отправляю в стирку и смотрим результат. Я стирала при 60 градусах и 1000 оборотах. И очень интересно посмотреть, что же получилось. И пока что визуально не изменилось абсолютно ничего. Выглядит все очень хорошо. Роспись такая же, как будто бы я ее только нанесла. Сравните, да, с присадкой, без присадки. Наверху без присадки, внизу с присадкой. Визуально они практически не отличаются. При растяжении ничего страшного прям не происходит. Местами, где я совсем уже растянула, могут появляться какие-то трещинки. Роспись получилась мягкой. Без подложки с присадкой самый мягкий вариант. Посмотрите получше, да, поближе. Обалденно! Мне очень нравится, скажу честно, очень нравится. Если бы у нас эти краски стоили так же, как в США, я бы даже не думала о никаких других красках, мне кажется. Хотя, как знать, как знать. Посмотрите на растяжение. Это после стирки. Вот так это выглядит. Футболка рвется у меня из рук. Вариант шикарный. Если у вас нет выбора красок, то я предлагаю вам обязательно взять краску, да, взять присадку Ту-софт. Можно взять вместо присадки Ту-софт ГАК-900. И это будет тоже отличный вариант. Очень комфортный. Но если у вас, конечно, выбор есть, то лучше для ткани использовать краски для ткани. Ту-софт только в маленьком формате, а как Ту-софт только в большом формате. В принципе, они взаимозаменяемые, так что можно использовать или одно, или другое. Вот такое видео у меня получилось. Вот такой вот обзор на краски. Энджелос на ткани. Надеюсь, оно было полезным. Надеюсь, те, кто его так сильно ждал и просил довольны результатом, я в восторге, скажу честно, от этого эксперимента. Хочу сказать большое спасибо вам за поддержку. Спасибо, что поставили лайк на это видео. Посмотрите другие видео из плейлиста обзор на коленке. Подписывайтесь на канал. До встречи в новых видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok